Привет, и Атребуарн! У Найса вышел новый видося, называется Всё ради контента анимация Давайте его глянем, надеюсь, будет что-то интересненькое Поехали! Извините, а вы не Райан Гослинг? Чё-то какой-то голос знакомый Нееет, а вы? Хе-хе, чего? Похожи на Райана Гослинга, вот это совпадение А я... да... А мы... А нахер ты спрашиваешь? Можно селфи? Да заткни ты свою пасть Я не ж слышу выступления Ха-ха, сейчас сам Брит поиск Ceune Хе-хе-хе-хе-хе-хе Вы наверное привыкли, что я рассказываю истории Которые происходили достаточно давно Да, но сейчас... А, сейчас будет какая-то новая история... Не пилей! Подожди ему больно! Сейчас я расскажу историю, которую я прожил намеренно Специально ради вас Намеренно? это как можно прожить какую-то историю? Дам я тебе твои 50 рублей, но что ты думаешь? Но мы это уже проходили, Саня. Их ты до сих пор не отдал. Началось всё с того, что пятый раз я вдуплял в монитор, думая о том, какую бы эксклюзивную хрень мне вытворить. Но так, чтобы на такое никто в здравом уме не пошёл бы. И глядя на мои шикарные обои на рабочем столе... Ты что, решил себе убрать зрачки, сделать их чёрными, глаза, и убрать себе нос? Какого хрена не стоит? Меня осенило. Я хочу кокать. Я же вас... Вы хотите удалить четыре зуба мудрости, чтобы сделать из них потом... Ну вот это вот всё, что вы мне рассказывали. А что он хочет сделать, не понял? Полчаса, а я тебе поделал вид, что слушал. Да. Ну? Да. Мне как бы это... Как-то профессионально выразиться-то... Ну типа, пофигу. Короче, деньги-то у тебя есть, да. Да, похуй. Мне надо... Надо было вырвать четыре зуба мудрости в течение года, чтобы сделать из них... Ээээ... Что? Подожди, и узнаешь. Ты что так долго думаешь? Если выживешь. А если вы не знаете, что такое зубы мудрости... А что можно из зубов мудрости сделать? Выкинуть только их, например? Это вот вам грустная картинка. Да, мы знаем, что такое. Я знаю, по крайней мере. Точнее, да... Да... Не, ну ты прикинь. Да я тебе говорю, бросай ты её нахер. Ты достоин большего, чел. Спасибо за тёплые слова, ты... Напилите тебе, не правда... Не, я не верю саму, да? Настоящий дру... Эм... Всё? Картинку уже убрали? НА! Да чего он орёт? Ты ещё до него не дошел, да. Я выбрал первую попавшуюся дорогущую поликлинику в надежде, что от этого зависит успех операции. Дорогущая? Нет, мне кажется, надо всё-таки полозовым каким-то образом смотреть. Я вот сходил к одному, и как-то не особо он хороший, как мне кажется. Но даже на моменте осмотра снимков рентгена, я понял, что не так всё... Блядь, по-моему, перевернутыми смартфонами. Просто. Потому что на лице врача читалось некое у... Эээ, это верхнее пространение. Ну и добавочно он меня раза три спросил, точно ли я этого хочу. Плюс он обильно рассказывал приколы про то, что зубы настолько глубоко и горизонтально находятся, что есть вероятность зацепить какой-то нерв и остаться с парализованным лицом. Чувак, если ты хороший, типа, врач, то ты этого не сделаешь, поэтому давай нормально ремонтируй мне зубы. А интересно, зачем он захотел их реально, типа, вытащить? Если они ему никак не мешали, например. Да они давили на соседние зубы, то пусть там и находили... Живо позтрессийский человек... Ну, если это случится, ты скажи мне! Но я... А-а-а-а, как?! Я тебя успокоил, на всё это потребётся всего лишь тридцать минут. ЛЕТТЬ ГООООООООООООООООООООООООООООООООООООООХ Тридцать минут, чтобы вырывать один зуб? Что-то я думал... Три часа спустя, после четырех уколов анестезии, которые уже перестали помогать, по- Я, кстати, такого у меня один раз было, мне два часа пытались, блядь, студентка какая-то, пипец, пыталась мне удалить нерв, два часа она мне его удаляла, там анестезия уже работать перестала, мне пришлось, блядь, покупать платную, потому что нормальное было говно, ой, бесплатное было говно, я ненавижу стоматолога. Мотный врач, который раз десять повторил, что это самая тяжелая операция в моей жизни, наконец-таки вытащил. Чё ты, по-моему, вообще, какой-то бесполезный Чел ты грёбанный, первый зуб, а я уже был похож на человека, который никогда в жизни больше не стал бы удалять зубы ради прикола, ЭТО М это Он реально их ради прикола как пес, эй... Неужели он их разыграет, что? МАЛЧИК Аdя плакал, как баба ХАХАХАХА так, это плакал ты, по-моему.. Дайте мне мой зудик, пожалуйста УЯХАХАХАХАХАхА весь в крови, ну ладно, хотя бы об этом мне сообщила женщина на улице серьёзно, они даже не сказали ничего? я на самом деле бы пошёл разгадывать свой урод, блядь, самую и очень интересным способом о боже, кто вас так? мне вызвать полицию, может быть, скоро? закашлялся закашлялся? может, скоро? она реально достала телефон и начала там набирать какой-то номер а меня мутит, крутит, в глазах чернеет чё тебе надо, женщина плюс четыре укола анестезии и я кое-как показываю пантомимы удаления ахахахахаха зуба в надежде, что на неё дойдёт а это слон, это слон змея, слон-змея ахахаха это мама с папой вчера ночью ахахахаха ахахаха ааа, ты зуб удалил а я как скуканала ну у тебя, как бы, типа, лол лицо всё в крови типа, лол спасибо я типа, лол тут есть ваша карта? нет ну естественно, они все мои я их из дома принёс Саня, куда ты дел мои деньги? сбавь обороты, я всё скажу я обожаю ночью мне чуть не хватало а сейчас у Вайлберис как раз акция где они раздают халявные пять тысяч на любые покупки акция работает как для девочек, так и для мальчиков ахахаха, вот это интересно ну и вот я получил свой сертификат ты заказал вот такие вот культовые кеды за один рубль мне просто было интересно, действительно ли работает акция ну и как, работает? да а вот это хорошо тогда оставьте контакты под роликом поэтому и вы переходите по ссылке в описании в их телеграм-канал и получайте свой сертификат за обычную подписку а? ещё я в этом ночью сомневаюсь но попробую поторопитесь поторопиться щас я тебя буду пилить ещё быстрее аааа! Я просто сейчас думал, типа, ну, оделись. У меня была куча в... Я думал, с друзьями, типа, как бы, это... Ну, я сейчас, как раз, сказал с друзьями, типа, это был год, студенческий год. Примене обдумать мое состояние. Я уже реально пришел к тому, что люди, которые пишут плохие комментарии, наверное, тоже нормальные типы. Просто у них в жизни все не так сладко. Вдобавок, еще моя бессонница. Крыша едет. Я уже не верил, что я доживу до конца заживления. И меня осенило, что без еды-то я, ну, типа, в прямом-то смысле, как бы... Не доживет. Так что жри до овощей будет нормальное. Я сдохну. На остатке сил я запихнул в блендер все фрукты, что были в доме. К слову, они были не моими. Ага. Мое. А литя, на которую у меня была страшная аллергия, я все равно добавил... А может, все-таки не стоило? Я добавил водички. И, боже мой... Я сразу превратился в солнышко. Как же было больно это пить. Но это было единственное, что я хоть как-то мог есть. Я сидел и потихо исходил с... Капец, блин, мне его прямо шалко. И каждый день я... Какой-то отвратительный доктор попался, потому что так долго, мне кажется, не должно болеть. Вспоминал слова врача. Две недели, и будешь как огурец. А это надо еще, блядь, три удалять. Через две недели у меня начались только осложнения. Я похудел на 10 килограмм за три недели. И часто слышал шутки от своих же друзей, что... Если захочешь похудеть перед летом, то просто удалишь еще один зуб. Ха-ха. Куда мне еще худеть? Хорошая шутка. А ты, случайно, в стендапе Хованского не участвуешь ни... А хочешь мне в Хованского? Ну ладно, в любом случае, ты живешь последний понедельник. Последний понедельник, да. И только через полтора месяца му... Охренеть, полтора месяца. Мне кажется, все-таки надо было сходить к другому доктору, потому что это пиздец нехорошая штука. Полтора месяца болит этот... Зуб. Меня, типа, у знакомых удаляли, но там день поболит, два. Да все. Полтора месяца. День я наконец-таки воскрес. Закажите мне две пиццы. Нет, 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 три пиццы. Картошку, фрибург, гипсарные пашки, панировки, вафли, начинка, молочный коктейль будет размечено. Иначе сход ноги, чипо, пили, пили... Убегай! Ха-ха-ха, это много всего. Зуб. Я понял, что дорого не значит, что ты уйдешь, как будто ни в чем не бывало. И пошел в самую дешевую поликлинику. Блядь, ты, типа, я из крайности в крайности, по-моему, кидает, нет? Которую нашел в Московской области, но в которой не было плохих отзывов, и чтобы врач был прям мега-старый. Мне кажется, мега-старым все-таки не стоит, потому что, ну, как бы, это средний возраст надо брать, а то мега-старый, блядь, не то вытащит, такой, ой, прости, водучок, я не чайно. Чтобы он точно не сказал, что это самая тяжелая операция в его жизни. Обычно это занимает минут тридцать, так что не переживай. От него эти слова успокаивали. Можете реально тогда просто попасть? Сейчас опять три часа, да? Не в ту поликлинику. Но два часа спустя... Опять, кипец. Это мальчик, похожий на труп. Я-я, бэби, спасибо, дед, я чуть не сдох, фак я. А еще он тоже сказал, что это самая тяжелая операция в его жизни. Какого хера, блядь, это же просто удаление зубомудрости. Ну, типа, это не такая простая операция, потому что разрезать надо десну как минимум, да, и его доставать. Но... Что? Не, за жизнь? Блядь, чё за фигня? Такие чё за гетератные врачи? Да за шо? Операция на третий зуб прошла точно так же, как и на второй. А процесс заживления был всегда один и тот... Полтора месяца, жесть! ...с осложнениями, загноениями и всем прочим. То есть я три раза переходил из состояния нормального человека до Гремлина, скидывая строго по 10 килограмм и нажирая их же в течение двух недель после... Это какая-то жесть, вообще я не представляю, как такое возможно. Обратно. И только последний верхний зуб меня реально напугал. Я, конечно, не хочу тебя напрягать, но... И он к чё, самому же чуваку пошёл? Может быть, всё-таки надо было тогда ещё сменить парочку, да? Мне кажется, что в этот раз без осложнений точно не обойдётся. Ха-ха, не всегда были, поэтому... О, вот это прикол! Ведь осложнения у меня были всегда, все три раза и до этого, и он это знал. Ладно, может, я должен был сам доказать... А чё, сейчас ещё больше будут осложнений, что ли? Куда? ...коградаться, в чём цинус его слов, исходя из того, что этот четвёртый зуб вытаскивали три с половиной часа. Но сам врач мне ничего не... Три с половиной часа? Это чё за бред? Я не понимаю. Блядь, это неправильно. Ты объяснила мне это надо, я... А ты чё не спросил-то? Ты только придёт домой после операции на последний зуб, я понял прикол. Какого хера? Ну, ну, пазуки, что ли, сломал, или ещё? Как это, блядь, не понял? Что? Мне сказали, покупаешь пустой стаканчик и наливаешь сколько хочешь. Хахахахахахаха! Не из меня, блядь! О-а-а-а-а! А это сквозная дырочка изо рта в нос, ли? Как он это сделал, блядь? Эдин, джентльмены, отчего осложнения были ещё более жёсткими. И в итоге я скинул аж 16 килограмм. Ну не переживайте, я их потом подобрал. Блядь, съел, да? Я вообще не представляю, это куда он ходил? Это что за неучи там вообще, блин, работают? Боже, как... Такого не должно быть. Да это всё, наконец-таки закончилось. Я приступил ко второй части плана. Ради чего я, собственно, и страдал. Я очистил зубы перекисью водорода и собрал их часа за два в одно целое. Ибо не все зубы удалось вытащить невредимыми. После чего я нашёл самого лучшего мастера по ляпке фигурок в интернетах. Мы отговорили с ним нюансы и стоимость в 25 тысяч рублей. За один зуб или за сколько? Я запаковал и отправил ему зубы. Он мастерски выполнил свою работу на все деньги. И то, что вышло в итоге, это полностью то, что я просил. А на его вопрос, может сделать менее стрёмно? Я ответил. Ни в коем случае. Иначе, как вы поймёте, сколько страданий было вложено? И всё ради чего, что... Он сделал фигурку, блядь, из зубов. Вот это он псих, конечно. Идёт на всё ради контента. Реально. Ни за что бы так не сделал. Мне бы просто, типа, когда надо, я бы не пошёл. Потому что мне страшно. Нет. А здесь... Пыльной. Спустя куча потраченного времени, денег и нервов, вы могли лицезреть это. Ооо, как же это прекрасно. Невероятно структурный, чёткий тип с болью в глазах и с тростью в руке. И этот урод рядом, в котором мои реальные зубы... Блядь, это сделано, конечно, прикольно, но я это ни за что не возьму. Потому что, пиздец... Мне не хочется, чтобы вот такой урод стоял у меня на столе. Это отвратительно. Безобидно. Это реально стрёмно. Что ещё нужно в эти хмурые будни? Капец. И знаете что? Он ваш. Да, я для этого его и сделал. В честь юбилейного сотого выпуска. Он достанется одному из вас. И кто-то один будет страдать от... А, это одному только человеку. Ладно, я пиздил. ...видов соло. Прямо сейчас, если вы зайдёте в мою группу ВКонтакте, то увидите этот пост. Где... Один любой стикер из этого стикера. В комменте надо оставить всего лишь один стикер из моего стикерпака под названием Найс и мистер квартирный крыс. Ир... По-моему, у меня он есть. Ровно через месяц я выберу... Блядь, участвую что ли для прикола? Ха-ха-ха. ...кандомным образом одного победителя прямо на стриме. А что бы вы не забыли, я... Ха-ха-ха-ха. Я за четыре напомню вам об этом в моём телеграме. Слушай, я тут подумал. Держи... Держи свои... 50 рублей. Фу. Только, пожалуйста, убери эту штуку от моего лица. Ха-ха-ха-ха. Это, конечно, хорошо, но... Теперь, когда я почувствовал власть... Мне нужно больше. Ха-ха-ха-ха. На этом всё. Спасибо за просмотр. Оля, охуенный ролик, как обычно, у Найса получился огромное ему спасибо. Мало того, что я здесь поржал, я здесь ещё и... Мягко говоря, ел. Это просто жесть. Просто для того, чтобы сделать фигурку... Со своими зубами. Он... Их вырвал. Я... У меня слов нет. Как их за... Что? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но это было охеренно. Спасибо ему большое. Мне безумно понравилось. И круто, и стрёмно. Кажется, что я люблю. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики. Все интересующие ссылочки в описании. С вами всегда был Ребон. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok